всем привет я гонис мы продолжаем проходить frozen wild сейчас мы расследуем причины затопления попробуем просить тут всех ты смотри-ка какой-то отряд идет к нам торговать нам ничего не скажет он только торгует так карту можно купить пигменты хотя главная конечно самоцветы там шкура нужно так готово я думаю с этими не поговоришь просто так для массовочки гуляют те кто должны быть что-то интересное по-любому мусова тут и совы есть интересно так она софья помощи не охотился ну вроде не просили ничего от них следуйте вдоль реки вверх по течению похоже там источник всей этой воды похоже на постройку предсеч ох как же мне сейчас все это эликс напоминает ржавые структуры как тут ничего интересного преступление против экологии адресат шелли геррера маккензи отправитель лора фогель тема преступления против экологии короче ты ни за что не угадай что со мной приключилась вчера вечером по пути домой начале я услышал жужжание такое как будто стая пчел убийц вылетает из консервной банки потом деревья озарила странное свечение я прям понадеялась что сейчас увижу пришельцев но нет казалось что это было просто старая синяя светодиодная лампа на снегу смотрелось очень зловеще когда это свечение приблизилась я услышала вопль мужик орал во всю глотку типа как знаешь терапия первобытным криком и всякая такая лабуда для тех кому надо самоутвердиться а между ног у него жужжал двигатель со скоростью 1000 оборотов в минуту этим мужиком оказался никто иной как дот бевинс наш новый начальник службы безопасности или как там это его трехгрошовая должность звучит он ехал на старом снегоходе эти штуки исторгают тысячу раз больше вредных выбросов чем машина с двигателем внутреннего сгорания мое профессиональное мнение бевинс первосортный мудозвон я хотел науськать на него бота охранника чтобы тут надрал его жирный зад но передумала в конце концов он считает будет нашим боссом следующие две недели но шели ты лучше прямо сейчас ходи в туалет потому что когда ты услышишь что я сделала вместо этого ты просто обделаешься от смеха я стояла рядом с дорожным указателем и было понятно что бевинс движется мою сторону так что я поменяла местами стрелки на табло с фейри фоллс на purple mountain остроумно скажи туда на снегоходе не в жизни забраться надеюсь он хорошенько шлепнулся и возвращаться ему пришлось на своих двоих видимо свой первый отчет о происшествии я составлю аккурат перед тем как парк закроется навсегда можно было бы забить как обычно но разве так не веселее шели разве так не веселее интересно вообще выжил хороший розыгрыш такой да так я чё там еще какой-то журнал длина шея ничего интересного принципе мы так всю историю уже знаем серый улов плотина здоровая видимо и прорвало но еще держится частично на славу построены это фигурка наверное это какое-то древнее животное звериная фигурка изображает поджарое животное хищного вида надпись гласит 2 из 7 фигурок входящих в памятных набор 42 года montana recreations можно обменять на ценные награды в пустом зале так что тут у нас козел кто-то очень хотел попасть внутрь чуть не снес всю скалу чтобы только пробраться в дверь он зараза хорошо вы тут все не рухнуло обнаружено затопление рекомендуется эвакуация бассейн водослива под угрозой бассейн водослива это и есть кулки звон и тут компьютер ты смотри ну правильно там уже год какой был 2040 60 все роботизированные компьютеризированные блин ну как же красиво не рисует похоже на пункт управления из-за чего же отсюда пошла вода взрывозащитная 2 графический интерфейс наверное какой-то шифр может мне просканировать объекты в этой зоне нам нужен энергоблок я так понимаю энергоячейка трудно разобрать но кажется эта комната забита древними вещами может быть что-то полезное расположение замков очень кстати сильное течение переплыть не получится как она быстро анализируется вот это мозг так кто это а вот и наш диверсант внутрь то он пробрался а вот выбраться уже не смог гилдун тайное выступление ну так что с чего мы начнем эту прощальную фигню боже возможно мы последние люди которые все это видят ну да потому мы и поем может визор что-нибудь найдет сбой заборной башни дренажная система отключена это скорее всего плохая новость отсюда можно перекрыть подачу воды большая часть комплекса под водой как это произошло отсюда можно перекрыть подачу воды кто-то тут постарался на славу будь у меня детали и я бы наверное смогла починить энергоблок нужен не хватает детали без нее сюда не попасть ну или просто деталь рубильник будем искать можно взломать да видимо здесь прошелся тот озерам и опять озерам вечно они все ломают в лесу туда не надо блин как красиво прекрасная возможность сделать доброе дело и очистить совесть если она запятана скверными поступками только если ты не один из щелкозубов которых я видел снаружи нет хе-хе-хе-хе да поклацать зубами хотя щелкозубы не признался хе-хе-хе-хе верно щелкозубы аааааааа не расшибся ха-ха-ха ах ах прямо дар судьбы подруга ха-ха уж думал огонь в моем горне угас и я вместе с ним но нет Не-а. Только не Гилдун. Ну, хорошо. Погоди, давай-ка сначала. Что ты вообще здесь делаешь? Прошу прощения. Привык говорить сам собой о себе, это можно излагать в любом порядке. В этом хранилище есть артефакт, который мне просто необходим. Но, как ты заметила, дверь не открывается. Я взял одну из этих круглых штуковин со стены за дверью и, глухо, я решил нажать там одну кнопочку. Еще хуже. Мой невинный вроде бы эксперимент привел к тому, что комнату слегка затопило. Ну, я еще понажимал кнопочку, возможно, с излишним рвением и скрытым. А пришел-то я сюда с целью осмотреться. И мои осторожные шаги, возможно, стали одной из причин обвала моста. Когда мост стал рушиться, я, возможно, слегка торопясь, обронил ту дурацкую круглую штуковину в воду. Когда я пришел к мысли бросить эту затею, дверь закрылась. Ну, вот так, примерно, я тут и оказался. Да уж, молодец. Ты нашел кнопку, которая управляет подачей воды. По чистой случайности. А потом ты ее сломал. Так же, чистая случайность. Насколько я понимаю, без кнопки воду не перекрыть. Это будет непросто. Это хранилище забито от пола до потолка. Ты удивишься, найдя там нужные детали? Я точно не удивлюсь. Чтобы попасть в хранилище, надо найти еще такое кольцо. Это часть механизма, запирающего дверь. Вот как? Ну, это прекрасные новости. Даже чудесные. У тебя две руки, у меня две руки. Идеально. Моя героиня, моя спасительница. Если хочешь, а с чего бы тебе не хотеть, моя пособница. Можно считать, кольцо уже наше, а вместе с ним хранилище и его богатство. Ты же вроде уронил кольцо в воду. Ну, признаю. Это добавляет нашему предприятию некоторый дополнительный элемент сложности. Ты говорил что-то об артефакте. О, да. Это хранилище. Набито сокровищами притечь. Но одно мне особо приглянулось. Причудливое зеркальце. Я лишь однажды видел подобное. Мама как-то принесла такой предмет из... Из... Из не пойми откуда. Я помню, как держал его в руках. Вглядывался. Видя себя и... И маму. У меня за плечом. Улыбку. И одно из таких зеркал есть в хранилище? О, да. Я уверен. Я заглянул в эту темную комнатушку, и оно там было. Я так давно мечтал такое найти. Да. На сей раз я нашел. Итак, нужно заменить кольцо и попасть в хранилище. Тогда я починю кнопку и перекрою воду. А в моих руках, наконец, окажется то самое зеркало. Ладно, Гилдун. Как нам достать кольцо? Две пары рук, подруга. Две пары рук. У нас со спиной пара огромных ворот. Но! Сдается мне их нужно открывать вдвоем. Вместе мы сможем тут все осушить. Ну что ж, тогда приступим. Да, приступим. Какой же он позитивный. Это хорошо. Но дурной. Это плохо. Все проблемы он учудил. Так, что там было? Какое тут все ржавое. Оно обвалится в любое мгновение. Но ладан дышит. А если эту плотину прорвет? Где тут общая карта-то? Если плотину прорвет, тут все затопит. Всю эту долину. Хренам собачьим. Ух, не завидую я этим людям. Вон там, подруга. Видишь, вентили? Пора поработать руками. На той стороне еще один вентиль. Он фиксирует ворота. Если тебе не трудно, переберись туда. Окажи мне честь. Как бы тут все не развалилось. На той стороне это где имеется ввиду? Не здесь. Так, в воду лучше не ссуваться. Другой вентиль за этим бурным потоком. Мог бы даме предоставить более легкий вентиль. Это мне напомнило, как я шарился неподалеку от жилы. В каменных руинах высотой до небес и шириной с озера. В той хромадине было уровней 13 и ни одной стены. Только большие колонки, на которых держались эти уровни. И на каждом стояли рядами эти огромные ржавые клетки-клески. Ну, ты знаешь, и прямя колесами. Я смотрел сотни таких железных вновь не были только в путь с днёжда и боль с днёжда. Может, они для того, чтобы были предназначены, но нам не будет где-чем куда-то водить в путь с днёжда. Он про машины. Так. Так, лекарство. Не, у меня подсумок полон. Надо их зафиксировать. Так, все хорошо. Одни закрыли. О, дело сделано. Займемся вторыми воротами. Вообще, странно, какое тут все механическое. Вначале робот нас приветствовал. Лестница редкая, особенная вещь. Она доведет тебя ровно до того места, куда тебе надо попасть. И не шагом дальше. Какой умник. Вентиль от вторых ворот наверняка где-то наверху. Только вот, как туда забраться? Да, я осмотрюсь. Может, можно запрыгнуть на ту шаткую ржавую платформу. А оттуда поискать путь наверх? Обязательно было говорить шаткую ржавую. Жесть, я б туда не полез. Или безумно. Да ладно! А как она не допрыгнула? Она прыгала и дальше. Так, еще раз. Как-то она прыгает недалеко. Но ведь туда надо, правильно? По таймингу плохо прыгнул. Понятно. Готово? Раз, два, три, четыре! Вы трусливый офисный план! Кто? Мы все! Стоп! Стоп! Я забыл слова. Эй, ну ты чего? Мы ведь так хорошо начали, а потом все схлопнулось. Ну, у меня по жизни так сама знаешь. Нет! Сопли в сторону! Меняем тело! Название! Группе нужно название! Какая задорная дамочка. Блин, тут же рокеры дамочки. Тут везде девушки. Насколько феминистическая игра все-таки. Прямо как Assassin's Creed Odyssey. Те, как тут подняться-то? Ага. Ты уже рядом. Просто перепрыгни на ту сторону. Просто. Ааа, ты прямо надо мной. Просто опусти лестницу. Так, а что тут еще есть интересное? Пойдем-ка сначала посмотрим. Странно, что он не ругается. Я думал, он будет говорить. Ты меня предала! Вонючая сучка! Гори в аду! Ай! Угу, понятно. Мне надо будет так же вентиль крутить здесь. Ладно, все сделаем как положено. Поберегись. Поберегись, она сказала уже, когда падала лестница. Нам уже не впервой. Так что это будет проще, чем свалиться в яму. Возьмешь на себя вентиль на той стороне? Если с этой стороны все точно так же, надо поискать входной туннель. Да, вот так шарится мне по нраву. Поберегись. Поберегись. ну да гилдун давай гилдун крути вентиль не получается зараза этого следовало ожидать они слишком тяжелые глянь у меня за спиной нет ли там чего нибудь большого и сломанного за спиной от противовеса отвалился кусок в прошлый раз сдвинуть не получилось но теперь гилдун у вентиля может моего веса и хватит держись я сейчас есть идея надо забраться выше можно залезть по обломкам я теперь только этим и занимаюсь нифига себе она как белка прямо ну давай залази а чё она наверх не хочет понятно я не могу запрыгнуть на противовес отсюда но наверное можно забраться повыше так тут ничего нету нет слезем высоко управляем и вниз так надо было перепрыгнуть наверное а вот все вижу есть получилось как ты лихо скачешь со мной ржавой развалитой на другую прямо залюбуешься вода еще осталась но сойдет и так правда и так держи кольцо ух ты хороший вопрос теперь можно лезть в воду щелкозуб это щелкозуб очень очень большой щелкозуб да не проблема я вижу гилдун очень большой большущий просто отойди подальше так все отбили да простит меня гор а вдруг тот щелкозуб проглотил кольцо ну просто взял и слопал сейчас стрелять будет гаденыш так Замеряйся. Затыкаем его. Что это был за телепорт сейчас? Он сдох. Скажи мне, когда он сдохнет. Он сдох. Хе-хе-хе-хе. Так, нам вниз. Блин, это очень похоже на The Last of Us. Первую часть. Видимо, тот же движок. Так, ну что, у него излучатель, да? Ты был прав. Эта штука проглотила кольцо. Ха-ха, вот она моя старая добрая интуиция. Никогда меня не подводит. Хочу иногда выбирают довольно извилистые пути, но... Неважно. Вперед в хранилище тропеем. Так, проверь, ничего ли я не пропустил. О, а что у нас там? Тоже сокровище Притеч. Это место полно сюрпризов. Может, заглянем? Ты же хотел залезть в хранилище. И хочу, да еще как. Но я не тороплюсь. Так что можно и тут пожарить. Так, Шелс, погоди. Мы сейчас не будем об этом думать. У нас запись, ясно? Но мы ведь даже... Мы на репе, ясно? У нас репетиции и сувениры. Нам нужна сувенирка. Эм, наклейки. Успех это, когда люди начинают уродовать казенную собственность с наклейками своим логотипом. Коллеги, меня просили напомнить вам, что разговоры на тему, не относящиеся к обучению исполнителей, не одобряются. А не пройтись ли по этой казенной собственности? Хе-хе-хе-хе. Ну, правильно, хоть оттянуться в конце. Хотя тут спорно, что правильно. Вода опустилась уже достаточно, но... Может попробовать выпустить ее всю? Так, а куда мы ее выпустили? Получается, она дальше пошла, да, там? Вот сюда. Эх, не завидую я этим ребятам. Трубы, вентили. Может получится слить оставшуюся воду. Сколько тут вентилей? Надо сначала просканировать визором. Визор мог бы что-нибудь обнаружить. Введение в вентиле. Здорово, Шелли. Слушай, как же я намучилась с этими исполнителями. Сегодня утром прихожу, и как обычно, этот хромированный столоп бьется в запертую дверь резервуаре и скулит. Мол, требуется доступ ко всем помещениям комплекса. Он своим синтезированным голосом с жутковатым скрежетанием лап напомнил мне трек одной малоизвестной немецкой группы, игравшей постпанк. Я говорил ей много-много раз. Каждую ночь трубопроводная система отсоединяется, чтобы резервуар мог наполниться, и каждое утро ее приходится заново подключать вручную. Нужно просто повернуть вентили так, чтобы вода потекла напрямую к насосу. Остальные исполнители с постальной задачей справляются, но этот вот постоянно глючит. Я понимаю, что мы должны выполнять роль инструкторов, но это уже просто нелепо. Мне что, надо выцарапывать указания прямо на их дурацких блестящих рожах? Типа роботы-исполнители? Ага, тут загадка будет. Ну, я так понимаю, нам все-таки сначала наверх надо, а потом будет. Или все-таки попробуем сделать? Я могла бы включить визор и оглядеть. Ладно, теперь направим поток в нужную сторону. Хотя я и люблю всякого рода сложности, но... Кажется, для меня это немножко чересчур. Не волнуйся, я разберусь. У слада для моих ушей. Каждому делу свой инструмент. Как говорится, никогда не вкручивай шурупы кайлом. Угу, понятно. Так, нет, тут не так надо. Не совсем так. Угу. У тебя способный ум, подруга. Ты подмечаешь все тонкости. Я вот нет. Хе-хе. Только не старина гилду. Так. Уже неплохо. Ну вот, теперь вроде все. Пора назад. Посмотреть ушла ли вода. Получилось? Ха-ха, ну разумеется. Нет такой загадки, которой ты не подобрала бы разгадки. Верно? Дверь открылась. Видимо, она загерметизировалась при затоплении. Славно. Прикольная головоломочка. Видимо, он ведет на нижний уровень. Ладно, пойдем все-таки вернемся в пункт управления. Нас туда зовут все. Да, я бегу впереди паровоза. Нет, но вы только посмотрите. Ха, ты слила отсюда всю воду. Может, где-нибудь внизу скрывается еще парочка секретов? Разумеется, нам еще предстоит осмотреть хранилище. Скорее бы, скорее бы, скорее бы! Хе-хе-хе, какой нетерпеливый. Почти пришли. Он как будто под наркотой. Скоро я буду смотреться в зеркальце. Как когда-то вместе с мамой. Так, ну что, дела налаживаются постепенно. Так, теперь правильно их повернуть. Ну, это слишком легко все. Что ты там такое руками изображаешь? Секрет. Хе-хе-хе-хе-хе. Зеркало. Видел же? Вон там, в окне! Оно! Ну да. Игра света. Обманулся? Мне жаль, Гилдун. Похоже, для тебя это было важно. Ну, как? Не больше, чем любой другой артефакт из мира предсеч. Хе-хе-хе-хе. Ничего, ничего. Тем более, главное не результат, а процесс. Для того-то ведь мы и шаримся. Для азарта, а не осколков. Хе-хе-хе. И ведь славно пошарились, а? Клянусь Великим Горном, на всю жизнь запомнится. Ну что же, нам ведь нужно что-то там починить? Блин, жалко мужика. Такой позитивный. Может, еще внизу там найдем? Ну, подкармливают. Блин, нихрена не видно. Ну, короче, вот типа и все. Сколько нам еще осталось сыграть? Раза два или... Да ладно, прощальный тур. А потом тур в честь воссоединения. Через полгодика. Все так делают. Тьфу. Ради преданных фанатов. Не так трудно поддерживать связь. Можем репетировать в голом пространстве. Все так говорят. Эх, да, грустно. Ну, та девушка молодец. Прямо такое настроение у нее. Ладно, давай починим кнопку и перекроем воду. Топливный элемент. Так, что тут еще есть? Ну, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Продолжение следует...